Первая точка, парк Центральный. Уже полностью обновлены дорожки, смонтированы камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Оборудован пандус и установлено ограждение со стороны Ползунова. И немаловажный момент, больше стало зеленых насаждений. Также обновилось сердце парка, фонтан. Он стал светодиодным и имеет пешеходную часть. Сейчас в Центральном продолжают устанавливать малые архитектурные формы, детские игровые комплексы и высаживать деревья. Это парк История. Он у нас центральная часть. Работы там заканчиваются. Я думаю, что буквально через месяц он откроется. Он стал более комфортным, более уютным. Там поменялось много что. Там и появилось видеонаблюдение, появились лавочки. Более 30 деревьев было высажено в этом году. Благоустраивается парк. Ну и конечно фонтан поменялся. Посмотрим, как его оценят и жители города. А на территории Юбилейного завершает второй этап благоустройства. Подрядчик сделал пешеходные и велодорожки. Обеспечил освещение и видеонаблюдение. Установил туалетный модуль и высадил больше 250 крупномерных деревьев. Сегодня парк прирастает кустарниками. И вот то, что удалось сегодня сделать, это как раз говорит о том, что та слаженная работа, которая выстроена в городе, помогает решать задачи, которые ставят перед нами барнаульцы. Ну и еще хотелось бы отметить, что сегодня каждый парк приобретает свое лицо. Это очень важно. Парки должны отличаться друг от друга. Как отметила глава Барнаула, за обновлением парка в горожане пристально следят. И несмотря порой на критические замечания, преображение общественных пространств оценивают положительно. А это значит, что Барнаул становится краше, чище и уютнее. Дмитрий Дроздов. День с толком.